Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить про основные ошибки во время проведения процедуры шугаринга. Это будет очень полезно как начинающим мастерам, так же новичкам, которые сталкиваются с этим при выполнении данной процедуры в домашних условиях. На модели мы вам сегодня продемонстрируем эти ошибки, как они выглядят и как их избежать. Всем приятного просмотра! Самая первая распространенная ошибка в шугаринге это то, что многие не используют средства до эпиляции. Оно на самом деле очень важно в первую очередь тем, что оно очищает кожу и благодаря очищению этому паста потом лучше будет захватывать сами волоски. Паста у нас не будет скользить по коже, она не будет скручиваться. Бывает такое, что когда вы если пробовали наносите пасту, она таким комочком обратно вслед за вами возвращается. Поэтому самое первое это средство до эпиляции. Это может быть крем, гель, все что угодно, а самое главное, чтобы было написано до эпиляции. Берем наш гель и немножечко растираем по ладошечкам для того, чтобы он был немножечко теплее. И наносим на зону, которую планируем эпилировать. В данном случае у нас это ножки будут до колен. Хорошенечко растираем, хорошенечко обрабатываем все участки. Вторая ошибка, это когда мы прямо на вот эту обработанную зону берем и наносим пасту. Мы сталкиваемся с тем, что у нас паста опять не наносится хорошо на кожу. Берем салфеточку и вытираем остатки геля для того, чтобы наша кожа была сухая. Тогда паста будет хорошо вложиться на нашу зону. Третья наша ошибка, это то, что неиспользование талька. Тальк тоже отображает и играет очень важную роль в проведении процедуры. Так как он обволакивает наши волоски и паста потом их очень хорошо захватывает и убирает. Благодаря тальку, возможно, вам не придется несколько раз наносить пасту на одно и то же место, для того, чтобы она захватывала полностью все волосочки. Тальк вам в этом поможет. Насыпаем на салфеточку и растираем по коже. Тальк равномерно ложится на кожу. Если вы будете просто это насыпать с баночки, он не будет равномерно ложиться, будет ложиться участками. Где-то будут крупинки побольше, где-то будет поменьше, а где-то вообще ничего не разнесется. Следующая наша ошибка, это где находится наша паста. Паста должна быть у вас всегда под контролем. Старайтесь ее контролировать. Она у вас должна находиться на кончиках пальца. Для того, чтобы она у вас была на кончиках пальца, ее изначально желательно туда положить. Мы ее можем взять, как вот так вот снять, просто себе на ручку с двух сторон. А можем снять ее двумя пальчиками. Ничего не давить абсолютно. Паста, она очень эластичная, она хорошенечко поддается. Она у вас не расходится. Если ваша паста растечется на ладошку, вам будет некомфортно, потому что будет вот так вот она наноситься. Поэтому пасту контролируем, чтобы она была у нас на кончиках, на подушечках пальца. Следующая ошибка, это нанесение пасты. Есть в шугаринге самое главное правило. Мы всегда наносим пасту против роста волос, срываем по росту. Это самое важное и главное правило во всей процедуре, что касается шугаринга. Здесь у нас волосы растут сверху вниз. Поэтому мы наносим против роста снизу вверх. Здесь же у нас волоски растут сбоку. Они вот так вот растут. Поэтому здесь мы должны наносить против роста и срывать по росту. Ставим нашу пасту и ведем вверх. Обязательно натягиваем кожу. Еще одна ошибка многих, то что они не натягивают кожу. Кожу нужно обязательно натягивать в противоположную сторону от срыва. Причем кожу нужно натягивать как при нанесении, так и при срыве. Вторая рука у нас обязательно делает натяжку. Следующая ошибка, это как срывать пасту. Некоторые начинают пасту срывать вверх. Некоторые начинают пасту тянуть в сторону. Ни в коем случае паста должна пройти путь параллельно нашей коже. Мы ставим здесь точку и от этой точки мы начинаем делать рывок. Маленькими стежками, небольшими. Видите, она сразу ложится. Потому что мы ее не тянем никуда, в сторону. Когда мы делаем зону коленки, мы обязательно ставим ножичку под углом. Чтобы наша коленка, она натянулась. И плюс мы еще придерживаем ее, делаем натяжечку обязательно. Не забываем про натяжку. Самая большая ошибка, которую многие допускают. То мы получаем синячки, залипы. Основные залипы, они связаны с тем, что нет натяжки. Вот мы имитировали залипчик. Он у нас вот так вот растекается. Мы его берем, значит мы его ручкой мы начинаем дергать. И вот дергаем сюда, он у нас не уходит в сторону, вверх. А он прилип у нас и сидит. Поэтому мы берем вот такие вот чудо-полосочки для восковой эпиляции. Прикладываем нашу полосочку. И хорошенечко ее втираем. Для того, чтобы паста приклеилась к полосочке. И полосочка у нас точно так же отрывается параллельно. То есть мы ее не вверх отрываем, не в сторону. Мы наносили пасту снизу вверх. И параллельно будем снимать нашу полосочку. Натянули кожу и сорвали. Маленькие кусочки мы можем просто приложить и снять. Остатки пасты мы вытираем салфеточкой. С помощью косметической водички мы ее намочили. И плавными движениями легко прижимаем. Для того, чтобы все вытереть. Если не удалять вот эти остаточки пасты, скажем так, маленькая такая ошибочка будет. Потому что это все начнет прилипать к этим кусочкам. Обязательно после того, как вы сделали шокеринг, наносите средство после эпиляции. Оно будет и успокаивать, и заживлять. Также еще дезинфекция дополнительная происходит. Обеззараживает вашу кожу. Для того, чтобы не было каких-либо там раздражений, воспалительных элементов. Очень многие, кто не наносят, не используя средство после эпиляции. Жалуются, что вот было раздражение. Поэтому используйте обязательно. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. С радостью будем вам отвечать. Всем хорошего дня. Пока-пока.